Аллах, вопрос насчет Турции, которая усиливается с каждым днём. Турции? Да, и у неё там планы на 23 год какие-то в Турции. Что вы думаете? Понимаете, я отражусь. Некоторые люди, да и Турции в мировом масштабе, то Эрдогана, приходу ко власти Эрдогана, где-то 15 лет, Турции сменилось почти 40 правительств. Турцию никто не считал за государство, за неё вытирали ноги. Понимаете? Надо признать, да, банки у них пустые были. Сегодня Турция – это мощнейший государство, с которым считается Европа, с которым считается Америка. Турции нельзя диктовать, как они раньше диктовали. Сегодня Турция имеет валютный запас и 400 миллиардов долларов. Турция сегодня строит авианосец. Сегодня, собственно. Уже спустили на воду. Уже спустили. Понимаете? Ещё новую строят. Вот. Дальше. Турция сейчас выпускает почти все виды вооружения. Вопрос-то в том, что Турция – это игрок, с которым надо считаться. У него самая мощная армия в Европе. полмиллионная хорошо обеспеченная вооруженная армия. То есть, НАТО, Америка там, в Европе самая сильная опора – это Турция, Турецкая армия. Во-вторых, сегодня Турция имеет военные базы Гатары. Сегодня она пошла на помощь признанным правительством Ливии. Понимаете? То есть, я считаю, хотя Трамп объявил несколько раз, как сказать вам, против Турции всякие… Санкции. Санкции. Для Турции она, конечно, какое-то влияние играет. Но Турция сегодня не та Турция, которая была 15 лет тому назад. Турция – это мощная государство, с которым надо считаться и считается. Что касается ее связи с Россией, то обратите внимание. Турецкий поток – 30 миллиардов кубометров. И столько денег Турция будет платить. Понимаете? И Азербайджан. Там сегодня по вкладу инвестиций в Турцию мы занимаем одно из первых мест среди всех государств в Турции. Понятно. Но не все половины населения не хочет Эрдогана. Половина, которые европоизированы, которые потеряли свою исламскую идентичность, перестали быть мусульманами. Они, можно сказать, перестали быть… Вопрос в том, что… Не хотят Эрдогана. Как вам сказать? Эрдоган пользуется поддержкой большинства народа. И в основном простого народа, тружеников. Я имею в виду рабочих, фермеров и так далее. Но где-то городская интеллигенция в Измире, Анкаре, Стамбуле и последние выборы меры в этих городах показала. Понимаете? Они не хотели бы… Но Эрдоган же возвеличил Турцию. Ему ничего не… Поднял с колен, да, можно сказать? А? Поднял с колен. Поднял с колен Турцию. Понимаете? Другое дело, оппозиция влете Керечкалолы, который фактически ничего не дал Турции, кроме разговора болтовой. А Эрдоган фактически поднял Турцию. Понимаете? И в этом отношении, да, с учетом вот этой санкции, какое-то она оказала влияние Турции. Но Турция вышла из этого кризиса. Понимаете? А что оставалось делать Эрдогану? Пойти на попятну перед Трампом помолиться? Он сказал, уберите. Вместе с вопросом в чем? Российские СС стреляют 300-400 километров. Петриот стреляет 96 километров. Во-вторых, если Трамп поймет и Запад, то Турция – член НАТО, покупая российские установки, фактически укрепляет НАТО. Если далеко посмотреть. Понимаете? Вот вопрос. Ну, почему тогда Россия согласилась? В России и деньги. Это стоит где-то 3 миллиарда, несколько. В другой стороны, Россия связывает с Турцией связь хорошую. Потом, знаете, что с Запада… Но у Греции тоже есть СС. СС-300 есть. Да, а Запад молчит. Трамп ничего не говорит. А вот Турция, член НАТО, он бунтует. Если она будет покупать, мы ставим санкции. Потому что это мусульманская страна. Мусульманская страна. Он не хочет, чтобы она была крепкая, независимая, самостоятельная. Видя самолеты F-35. Договорились. Отказался он. Но отказался ничего. Они сами выпускают. F-15, F-16. Если надо, они купят в России. Су-30, Су-35. Ну и на России нельзя положиться особо. Разве не так? Да. На России тоже нельзя положиться на 100%. Понимаете? И Турции приходится балансировать между США и Россией. Это ясно. Западу хотелось бы оторвать Турцию от России. Россия хотела бы оторвать Турцию от Запада, от НАТО. Это же стратегическая задача. Но с другой стороны, сегодня, то, что сегодня связывают Турцию и Россию, это выгодно обоим народу. Обоим народу выгодно. Ведь Турция, кроме Азербайджана, газ, мы не имеем такой мощности. Она стабильно получила на 30 лет, на 40 лет обеспечения своего населения газом. Тепло. Во-вторых, Турция получила возможность ввозить свои овощи, фрукты, продавать в России. Третьих, ежегодно Турцию посещают приблизительно 3-4 миллиона российских туристов. Ну, понятно. Понимаете?